Макдональдс, он и в Африке Макдональдс, но в Израиле он кошерный. В моем детстве Макдональдс это было главное развлечение вообще, и все дни рождения мы отмечали в Макдональдсе, это были там вот 2000-е годы, Макдональдс только появились, и еда там была очень вкусная. Сейчас я конечно же в Макдональдсе не ем, но вот мой сын тоже не ест в нем, потому что он не кошерный нигде, здесь мы нашли кошерный Макдональдс, и кошерный Макдональдс здесь немножко отличается от международного стандарта Макдональдс, в нем, как вы понимаете, нет чизбургеров, сейчас мы вам расскажем, что такое кошерный Макдональдс и с чем его едят, я Аллах. Ну, не купись на Макдональдс, а кошер. В Макдональдсе запрещено есть мясо и молоко одновременно, а Макдональдс это всегда мясные основные блюда и молочные десерты, здесь организовано все таким образом, что есть две отдельные кухни, и основная вот эта вот касса это мясная касса, а вот там вот в уголке это молочное, где можно заказать молоко, молочные десерты, мороженое, и кофе с молоком, вот мы все заказали, они очень удивлены, что мы такой живой интерес испытываем к Макдональдсу, и здесь вообще все люди так это очень стесняются, что они пошли в Макдональдс, а не в нормальную бургерную, а в Израиле бургер это, в общем-то, национальное блюдо, поэтому ждем наш заказ. В общем, я бы не сказал, что это какой-то супер вкусный бургер, просто у Макдональдса такое знаменитое международное имя, поэтому все люди так сюда стремятся, особенно дети, которые видят во всяких ютюбах других детей, которые едят в Макдональдсу. Я бы лучше за такие же деньги купил бургер с натуральной котлетой, а не с бумажной Макдональдсовской. Бутерброд закончился, поэтому можно обсудить, чем же отличается кошерный Макдональдс от некошерного. Во-первых, как я сказал по отдельности, молочная и мясная кухня, никакого сыра в бургерах. Во-вторых, это постоянный надзор специального человека, который называется Можге, он отвечает за то, чтобы проследить, что на кухне все организовано кошерным образом, вся посуда кошерная и никакая некошерная пища туда не попадает. Ну и, соответственно, мясная в молочную кухню не попадает, а молочная в мясную. По этому поводу выдается специальный сертификат, как раз вот, который я вам показывал. На каждую кухню выдается отдельный сертификат, как на два разных кафе. Кроме прочего, этот Макдональдс, он не работает в шаббат. В Израиле есть не только кошерные Макдональдсы, а в остальном все то же самое, рецептура Макдональдсовская, Кока-Кола везде, как та самая Кока-Кола. Вкус более-менее такой же, как, наверное, везде в мире. Макдональдс, он и в Африке Макдональдс, но в Израиле он кошерный. Ну и кетчуп, вот, например. С двух сторон на нем есть знак кашрута, буква У в кружочке. Макдональдс вышел нам недешево, это вышло почти 2000 рублей за один обед детский и за один обед взрослый. Плюс еще пара десертов. В России это вышло бы, ну, если бы не в два раза дешевле, то уж точно там в полтора где-то. Здесь же это не дешевое удовольствие, и за эти же деньги приблизительно можно было купить два нормальных бургера в кафе такого уровня, ресторанного. Ну, самое главное, ребенок довольный. Еда с игрушкой, это всегда решение на все времена. Спасибо вам за просмотр этой серии. Увидимся с вами завтра. Peace. Гелиус тоже советский объектив, дает офигенные баки. У тебя получается звезда Давида. Да ты что? Хочу вас познакомить с Гилем. Видео, которое вы сейчас посмотрели, это как раз видео, которое Гиль снимал большей частью. То есть все красивые кадры снимал Гиля. Все вот такие вот рисующиеся. Я на свою камерку. Гиль это по меньшей мере восходящая звезда видеопродакшена Израиля. Ну и, конечно же, я думаю, что он скоро очень вдохновится и начнет снимать видео для ютюбчика. Гиль Айзенберг, подписывайтесь. Вот тут вот ссылочка, ссылочка. Пишите, кому нужно снять свадьбу или какое-то торжество. Вот он, пожалуйста, к вашему. Постараюсь.